Я прочитаю текст, о котором мы сегодня начали рассуждать. Я скажу, что это, наверное, самые хорошие слова Нового Завета, прекрасные слова, которые людям дают надежду. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благое, и бремя мое легко. Я, братья, из этого текста хочу взять одну узкую мысль, которая будет как бы направлением нашего общения. Научитесь от меня, научитесь от меня. Сегодня в мире существует масса учителей, преподавателей, педагогов, которые очень в этом отношении талантливые люди. Они умеют преподавать, они умеют говорить. Их уроки стоят очень дорого. Час один общения с преподавателем стоит, бывает, тысячи долларов. Почему люди ценят таких преподавателей? От них можно чему-то научиться. То есть это люди грамотные. Он не просто говорить умеет. Научиться говорить проще. А он именно знает предмет. Он знает предмет, он в него вникал, он его в деталях знает. И если он будет учить, то человек на самом деле научится. Представьте себе, великий Сын Божий, обращаясь к людям, говорит, научитесь от меня. Братья, не правда ли очень прекрасное предложение? Научитесь от меня. Чему можно научиться от Христа? И вообще, чему люди хотели бы научиться? Ну, я думаю, хотели бы научиться от него, например, хлеб умножать. Как бы это было хорошо, да? Не надо было бы запасы пищи себе делать. Взял кусок хлеба, вышел перед всеми, начал преломлять. И вот, казалось бы, этот кусочек должен закончиться. Он растет, 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 растет. Потом раздали. Все сытые. Не все добавили. Еще добавили. Ну, помните, как оно было. Даже осталось. То есть, наелись все полностью. Может, было бы научиться от него исцелять. Это вообще прекрасно. Сколько сегодня страждущих. Сколько сегодня в очередях сидит. А сколько сегодня неизлечимых болезней. Люди мечтают попасть на консультацию к какому-нибудь доктору или кандидату. Или к большому специалисту. У врачей тоже категории есть. А тут помолился. Или там еще что-то сказал. Ну, помните, как Христос делал. Кому-то брением глаза помазал. А на ком-то там помолился, руки возложил. Человек здоров. Прекрасно, братья. Или, например, научиться стихии повелевать. Кругом бушующие волны. А люди боятся этого. И вот он вышел. Умолкни. Перестань. И написано. Сделалась великая тишина. Оглушающая тишина, друзья. Тут кругом шум такой. Ветер. Опасность. Люди в страхе. Тут великая тишина. Прекрасно. А может еще что-нибудь, братья? А если вообще воскрешать? Вообще чудесно. И они были свидетели, как он это делал. По воде ходить. Тоже хорошо. Но почему-то Христос этому не учил, друзья. Были случаи, когда он посылал учеников, давал им власть. И они приходили очень радостные. Как хорошо. Мы это сделали, как ты нас научил. Мы получили. Столько у них радости было. Братья и сестры. Вот бы он своих последователей этому учил. Правда? Вы представляете, какая популярность в мире? Сколько бы людей тянулись за этими чудотворцами? Ну, если бы мы, кто-то из нас такими были. Как это было бы здорово. А вот бесноватый вышел. То же самое. Люди боялись проходить. А Христос не побоялся. Учеников с собой повел. И вот написано. Этот человек, которого все боялись. Вот он сидит одетый, рассуждает здраво. Братья, я скажу, у Христа можно многому учиться. Всему можно было бы научиться. Но когда он приглашает в свой класс, он говорит, научитесь. Я кроток и смирен сердцем. Господи, может быть, это другим надо, а не нам? И вот почему-то этот вопрос когда-то в юности я задавал себе. Ну, почему? Ну, представьте себе, вот мы когда-то были мальчишками. И для нас папа был самый сильный, самый смелый, самый умный. Или не так, братья? Так должно быть. Папа – это олицетворение силы, мужества, разума, власти. Ну, всего, чего хотите. Если кто-то обидит меня на улице, я пойду папу позову. Ты знаешь, что он с тобой сделает? В школе обидит. Я пойду папу позову. Он придет, и тебе плохо будет. Братья, а тут вот мы имеем великого отца, а его позвать никуда нельзя. Он скажет, ты будь кротким и смирен. Мы дети великого отца. И он нас приглашает, не наделяет нас особой силой, чтобы мы могли ответить обидчику. А вот будьте кротки и смирен. Братья, это как бы вводная часть. И вот опять эти слова. Я кроток и смирен сердцем. Научитесь от меня. Научитесь от меня. Почему, братья? Ну, первое, на что надо внимание обратить, что кротость, само это слово, я его раньше, как бы сказать, воспринимал, ну, немножко не совсем правильно. Кротость – это что-то слабенькое, тихое, такое, знаете, ну, слово в ответ не скажет, за себя не постоит. Кроткий человек, можно ему подзатыльник дать, так грубо сказать. Вот он не ответит на это. Ну, и вот таким кротким быть не все хотят. Ну, что-то такое, знаете, закомплексованное. Ну, однажды в лагере у нас преподаватели готовили такие темы с детьми, и вот я услышал одну мысль на проповеди, что кротость, само по себе, это, во-первых, адекватность. Такое слово сегодня модное. Молодежь между собой часто говорит – адекватность. Ты неадекватный или, наоборот, адекватный. Адекватность – это равнозначие. Сегодня люди неадекватные. Если вы кому-то нечаянно на ногу наступили в транспорте, вот вы это сделали неумышленно, но вы в ответ услышите такой поток грязи, слов, разный ругань. Если кому-то где-то дорогу подрезали, ну, на машине, допустим, опять я говорю – нечаянно, то есть вы не хотели этого. Ну, вот на дороге всякие бывают ситуации. И опять в ответ мат, в ответ угрозы. Хорошо, если не дойдет до рукоприкладства, до ударов, до синяков, до убийства. А ведь бывает, друзья. То есть люди сами по себе неадекватные. Неадекватные. И вот кротость, как выразился один американский пастор, мне понравилась его мысль, это Божья сила, которая способна обуздать наши эмоции. Кротость – это Божья сила, способна обуздать наши эмоции. Я сначала это не принял. Как-то мне показалось оно не совсем по-евангельски. Но когда я поразмыслил, друзья, я для себя нашел массу примеров, и я понял – это именно так. Это вот та Божья сила, способна обуздать мои эмоции. У меня их много. Они могут загораться. Они стараются выплеснуться. Это сила Божья, друзья. И вот почему-то кротким столько обетований дается. Мы эти обетования читаем еще в Ветхом Завете. Кроткий наследует землю. О какой земле речь идет, братья? А вот о той земле, которая была им обещана, они в плену идти через пустыню. Расстояние, друзья, не очень большое, по сути дела. Братья Иосифа проходили его там за несколько дней. И вот им надо было вернуться в страну обетованную. Там их земля. Кроткий наследует землю. Только кроткие, друзья. И мы видим, как их мало было. Мало было. Кротких научает правде, в псалме сказано. Направляет к правде. Поэтому, друзья, вот эти примеры, они очень-очень важные. А рядом с кротостью идет еще одно качество. Смирение. Братья, где между ними разница? Ну, я для себя ее в чем нашел? Кротость – это, как бы сказать, внешнее поведение, которое, видимо, людьми. Но смирение – это внутреннее качество. Это мое состояние сердца перед Богом. У нас в собрании интересная мысль прозвучала. Я ее законспектировал. Брат один проповедовал. И на тему о смирении. И вот о смирении он несколько таких положений. Я их успел записать. Первое. Если вы хотите, чтобы вы были смиренные люди, соответственно, кроткие, первое, старайтесь меньше говорить. Второе. Занимайтесь своим делом. Третье. Не вмешивайтесь в чужие дела. Четвертое. Не будьте любопытными. Пятое. Принимайте с радостью критику. Шестое. Все принимайте без ропота и обиды. Седьмое. Будьте спокойны, если вам кажется, что вас забыли или не поняли. Восьмое. Не стремитесь понравиться. Девятое. Старайтесь быть добрыми. Десятое. Не стремитесь к званиям и титулам. Одиннадцатое. Уступайте в споре. Двенадцатое. Не ищите легких путей. Я знаю, братья, кто-то скажет, ну, простота какая-то. Ну, если вы их запишите, эти качества, и над ними поработаете, вы поймете. Это, в принципе, нормальные качества, о которых мы порой думаем, не думаем. Ну, как бы они есть, но не у нас. А если им следовать, это, в общем-то, выражение кроткого человека. Вот в чем они выражаются. Ну, это, братья, уже, так сказать, наши находки. Мне бы хотелось эту мысль подчеркнуть или показать на примере прекрасных мужей божьих, о которых мы знаем в Библии. Вот о Моисее сказано, что он кратчайший человек. О нем это Бог сказал. Братья, а где у него проявлялась кротость? Назовите. Вот реально, где она проявлялась? Пожалуйста, Кость. Когда Мариам, его большевая сестра, влечить в том, что... Хорошо, я объясню. Вот брат говорит, в случае с Мариамью, публично сестра его обвинила в том, или осудила, что он взял себе жену, но она была негритянка. То есть она была, ну, я так слышал, вот, значит, темная, или как правильно сказать, не знаю. Вот. И вот, значит, видать, это был какой-то больной вопрос, и она его в этом осудила. Братья, права она была или нет? А что вы стесняетесь сказать? За кого Бог заступился? За Моисея. Она была не права. И вот его реакция была очень правильная. Хорошо, еще случай есть? Когда обвинили в нашей школе еще, что мы все святы. Да, очень яркий пример. Вот, там Господь тоже вступился. Пусть положит жезлы. Вот, я скажу, кто мне принадлежит, кто мой. Бог опять вступился. Еще случай, братья. В точности исполнил совет тесте. Решение Нарваева. Был такой, да, когда Иофор пришел к ним, и вот ему было, он предложил, чтобы не томить народ, чтобы он избрал там пятидесятников, сотников там и так далее. Чтобы они решали вопросы маловажные. Он это исполнил. Еще какие вопросы, моменты? С фараоном, да, можно сказать, друзья. Эта мысль очень важна. Кроткий человек, истинный кроткий человек, это не трусливый человек. Истинный кроткий человек, он, во-первых, кроток перед Богом. Он в смирение ходит. И когда надо стать за истину, он это сделает без проблем. Согласен еще, братья. Я еще один момент дополню, старайтесь его запомнить, услышать. И дело в том, что ему, он жил этой мечтой, войти в землю обетованную. Но однажды, однажды, написано, он погрешил устами своими. Он не явил святости. И Бог ему сказал, не войдешь в землю. Братья, это для него было страшное-страшное переживание. Он жил этим. Вообще, у него было три периода жизни. Вы же знаете, да? Первые 40 лет во дворце. Вторые 40 лет на поле возле овец. И третьи 40 лет он был предводителем народа Божьего. 80 лет Бог его готовил к этой особой должности. 80 лет. И он уже шел, он мечтал. Он по-другому жить не мог, братья. Он только этим жил. И вот однажды, не явив святости, когда он в скалу ударил, вместо того, чтобы сказать, ему сказано было, не войдешь. Вы знаете, братья, в таком случае люди как реагируют? Ну, с Богом не поспоришь. Ему же не выскажешь. Люди в себя уходят. Люди обижаются. Эта обида их страшно наполняет. И у них отключается сознание. Это, знаете, глубокая депрессия. Но не Моисей. Его кротость в том, что после этих слов он написал книгу второзакония. Она написана тогда, когда он уже знал, что он в землю не войдет. Почитайте книгу второзакония, друзья. Да, там грусть везде проглядывается. Он говорит о том, что вот он был раздражен народом, что Господь на меня прогневался. Но, тем не менее, спокойное изложение закона, спокойное толкование закона. Он понимал, да, он не войдет, но народу жить по этому закону. И он его по новой, по новой толкует, как бы сказать, объясняет. В каком спокойном духе? Братья, это только кроткий человек мог сделать. И почему Бог признал эту кротость, эту адекватность? Он на самом деле был полезным таким орудием, сосудом в руках Господа. Это очень прекрасный пример. Можно вспомнить, братья, других героев веры. Очень яркий пример – Исаак. Вот чем он отличался от Авраама и от Иакова? Тем, что ему досталось, братья, копать колодцы. Какое трудное дело. Мы с вами с этим, может быть, и знакомы, но у нас земля не та, а там камень. В Палестине там вообще слой почвы очень неглубокий. И дальше камень, 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 камень. Представьте себе, сколько сил, чтобы долбить этот камень, доходить до влагоносного слоя, чтобы там пробилась вода. А куда без воды? Скот не может жить без воды. Люди не могут жить без воды. И вот у него были стычки с местным царьком, с Авимилехом. Он откопал колодец. Приходят местные жители, приходит местный князь. Это наша земля, это наш колодец. Написано, спорили с ним. Что делает Исаак? Он уходит на новое место. А там новый колодец. Его тоже надо копать. Это тоже работа очень тяжелая. И он опять копает. Он опять копает. Какие-то колодцы они засыпали, а каких-то опять спорили. И вот этот процесс был не один раз, братья. Как тяжело осваивать такую землю. Как тяжело, братья. Столько усилий, столько труда. И опять уходи на новое место. Переходил. Но пришло время, когда этот Джавимилех пришел к нему. Ты князь Божий среди нас. И мы истинно поняли, что с тобою Бог. Братья, вот по логике вещей, по контексту события, лучше бы, если Бог их молнией поразил. Ну, как во время Ильи, например, Пятидесятника с его пятидесятками. Или, может быть, какое-то чудо явил. Вот тогда бы да. Люди бы устрашились. Они бы перед ним раболепствовали. А вот здесь какая-то, знаете, беззащитная такая вот ситуация. Даже не у кого защиты попросить. И Бог за этим наблюдал. И Богу приятно было, что его слуга поступает не так вот, ненасильственным образом, не агрессией. А он спокойно оставляет очередной колодец, переходит на новое место. Братья, это тоже нелегко, я скажу. Когда нас бьют по правой щеке и просят левую подставить. Ох, как это тяжело. Ох, как это тяжело. Но вы заметьте, за всеми этими законами стоит законодатель. Стоит законодатель. Я в своей жизни не раз это испытывал. Ну, особенно на дороге. Еду с Москвы, возвращаюсь очень поздно. Часа там полчетвертого утра уже. Поворачиваю к себе к дому. Впереди машина на меня едет. Ну, а ночью, братья, ездят люди-то не совсем путевые. И получилось так. В общем-то, я и не виноват был. Но, видать, они не трезвые. Они подумали, что я им подрезал. И, видать, испугались. Машину остановили. Такие три парня выбегают и к моей машине бегут. Что делать? Понятно, бегут не с добрыми намерениями. Заряженные такие вот. Да куда едешь? Орут. Ну, я спокойно дверь открыл. Ребят, я виноват. Я с дороги вот виноват. И вы знаете, братья, я удивился реакцией. Вот как будто они на стену наткнулись. Ну, меня разглядели. Подошли. Ну, батя, извини. Ты так не езди. Вот мы туда-сюда там с девочками едем. Вот мы могли бы ударить тебя. Но я чему удивился, братья? Вот именно, что мой кроткий ответ моментально их остановил. Похожая ситуация еще однажды была. Прям почти один в один. То есть, люди воспринимают и готовы как-то на это очень бурно реагировать. Кроткий ответ утешает гнев, как написано. Кроткий ответ. Кроткий ответ кости переламывает. То есть, костность людей, вот их способность быть жесткими такими, кротость может это, знаете, изменить. И я невольно понимаю, что вот эти слова, которые Христос сказал, они весьма-весьма важны, братья. Кроткие наследуют землю. Можно, братья, вспомнить Иосифа. Я тоже о нем много размышлял. В чем его кротость? Давайте, братья, вспомним, где он кротость явил. Яркая личность, правда? Сейчас, сейчас, братья, с женой Пятифара в чем там? В чем, когда она его обменяла, он просто помолчал, ничего не сказал. Так. И добавлю, а вот бы сказал, когда уже у власти-то был, взял бы, да к ней приехал. Вот интересна была бы картина, правда? Кротность была, братья, не так просто, бросить его, дям его, потом выгодить его, потом продать его. Нет, это как раз просто, Алексей Иванович, и бросить, и продать. Это все... Я думаю, кротость, когда он их простил, правда? Все это сделать-то несложно, там у них хватило для этого ума. И отца обмануть еще. Я думаю, что когда он был царем, второе лицо, он не искал их, ни Пятифара, ни жену. Да, 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 да. Вот это урок для нас. Хорошо. Да, братья, это очень яркая личность. Я не буду сейчас долго останавливаться, вы хорошо это знаете, но кротость Иосифа первым делом проявилась в том, что он рассказал братьям сны, какие видел. Если бы у него была немножко хитрость или такая продуманность, он бы понял, это их так уязвит. Неужели он этого не знал? И в общем-то, когда его увидели, помните, когда он по полю шел, как его назвали? Сновидец. Его уже обзывали. Понимаете, эта кличка уже его была. То есть, им было страшно неприятно, что он в своих снах увидел себя большим, а их маленькими. Он увидел то, что ему должны все поклоняться. Но он рассказал так, как видел. Братья, это истинная кротость. Это истинная кротость. Он не продумывал, какой будет результат или к чему это приведет. Это на самом деле истинная кротость. А потом уже то, что вы сказали. И как он братьев простил. Но я еще одну добавлю деталь, братья. Я когда читал еще в юности, в детстве этот рассказ, мы его всей семьей читали. Отец нам читал. И когда доходил до встречи с братьями, он плакал всегда. Ну и мы с ним плакали. Это самая-самая, знаете, драматичная сцена, как один выразился во всей Библии. Самая драматичная. И она скоро повторится. Когда иудеи, евреи увидят того брата, которого они продали. Это еще будет впереди, братья. А вот тогда оно было так. Но вы заметите, там целый процесс был. Целый процесс. Ну почему бы ему сразу не открыться? Ну почему бы? Зачем ему надо было организовывать? Вот он зерно им дал и в одну чашу положил. Там обозвал их с олидатами. Я скажу, братья, если внимательно просмотреть, ему надо было увидеть, что они пересмотрели свое отношение к братьям, к брату. Что они на самом деле стали другими. Он очень хотел это увидеть. И что интересно, братья, вот истинно кроткий человек, истинно кроткий человек, может быть орудием рука Господа. И жестким орудием. Сначала обозвал их разведчиками, с олидатами. Это очень неприятно. В чужой стране, когда тебя так назовут. Потом они попались, знаете, он у них на глазах старшего Рувима связал, посадил его в темницу. Связывал, друзья. Все это делалось очень основательно, как положено. Это же с олидатой. И вот идет процесс. Потом они вынуждены были еще раз приехать. Брата своего привезли. И он этому брату чашу положил. Сначала их хорошо встретил. Им не верилось. Надо же. И золото все осталось. Серебро при них осталось. Они уже готовы были и признались в этом, как бы сказать, немножко подстраховались, что это не мы в этом виноваты. Он их опять накормил. Был момент, когда написано, вскипело его сердце. И он вышел в другую комнату, он им не открылся. То есть, понимаете, братья, вот целый-целый процесс. И Бог через этого кроткого человека мог это осуществить. Это только истинный кроткий человек на это способен. И потом мы видим, опять возвращают всех братьев. Они очень расстроены, очень раздавлены морально. И вспомните, как Иуда. Там целая его речь. Он умоляет, умоляет Иосифа об одной великой милости. Не о том, чтобы он брат отпустил, а о том, чтобы он его оставил вместо Вениамина. И вот здесь Иосиф понял, дошло все-таки до братьев. Дошло до братьев. Они очень отца любят. И он здесь им открылся. Я хочу, брат, еще раз это подчеркнуть, что только истинный кроткий человек может быть орудием в руках Господа. И когда надо, вот таким жестким орудием. Похоже, пример, сегодня брат говорил, Леша, за Неймана. Разве пророк Елисей был такой неуважительный? Разве он был такой невоспитанный? Да ко мне, если человек простой, приедет к дому, я выйду, встречу, поздороваюсь, спрошу у него. Нет. Он подъехал, такая кавалькада, наверное, колесница. Все это очень богато. Все это, ну, сразу видно, большой чиновник приехал. А он дома сидит. И я не думаю, что, друзья, он такой был невоспитанный. Уж хотя бы выйти там, ну, поговорить как-то. Нет. Вот это очищение началось уже теперь. Понимаете? Вот здесь началось очищение. Не тогда, когда он семь раз окунулся, а вот же здесь, в Дуке начинается процесс. Он сначала вспылил вот эти эмоции все, развернул свои колесницы, стяганул по ним сильно, по лошадям. И вот они обратно вот в клубах пыли полетели. И хорошо у него кроткие слухи были. Как они его осадили, остудили? Господин, если бы что-то такое важное, ты бы сделал. Ну, а тут не такое уж и важное. Ну, давай сделаем, как пророк сказал. Братья, вот здесь уже в Дуке такая вот идет, знаете, перестройка. И кроткий Елисей, он мог, как орудие Господа, в этом быть полезным. Он не вышел только поэтому. Только поэтому. Он через кого-то передал указания, а сам даже не вышел. Поэтому, братья, кроткий человек, он может быть орудием рука Господа. Истинный кроткий человек. Почему о кротости много сказано, братья? Потому что... Пожалуйста, брат. Мне кажется, очень важная мысль, когда говорили, где твой расход, он сказал, что меня продали. Не сказал, что братья, а украинство, украинство. Потому что мы, что за братья ничего плохого нет, такая кротость. Да, да, да. Хорошее дополнение, брат Петя. И когда дед умер, братья пришли, говорят, прости вину рабов, а Иосиф плакал. Да. Когда, значит, они поняли, что если отца не будет, вдруг там нарушится это равновесие, они к нему послали. Вот отец, мол, и написано, он плакал. Братья, это кроткое сердце. Я вот просто пленен этой кротостью. Перечитывал недавно, и, ну, тоже слезы на глазах. Вот какое надо иметь сердце, чтобы не отомстить. Даже когда они уже поняли все, он говорит, Бог меня послал. Это, братья, духовная высота. Бог меня послал. Он увидел здесь действования Божьи, что они такие очень-очень важные. И он для нас, и Иосиф является, вот, прообразом Иисуса Христа, его характера. Характера Иисуса Христа, его прекрасной кротости. Ну, братья, проходите, пожалуйста. Мы уже за вас сказали, это наши гости. Пожалуйста, проходите. Можете сюда проходить. Проходите к нам сюда вот сразу. Проходите. Поэтому, братья, вот то, что Христос предлагает этому научиться, это в сущности богатство. И не случайно апостол Павел потом пишет, или пренебрегаешь богатство кремлинам, кротости, благости. Кротость Иисуса Христа – это богатство, друзья. Это не просто, знаете, какая-то слабость характера. Вот хотя бы взять случай с самарянкой. Вот какое столкновение. И тем более мужчина, вот женщина, ну, тем более на Востоке, вот там всегда понимается, что женщина должна быть послушная такая, вот в повиновении. А тут такая гордость неприкрытая, знаете, такие слова. Если бы Христос адекватно ответил ей, скажем так, на ее волне, как сегодня молодежь говорит, там бы ничего не получилось. Там бы расстроилось всякое общение. Если бы ты знала дар Божий. И на самом деле, какая она богатая оттуда пошла. Она побежала, она людей позвала. Они говорят уже не по твоим словам. Мы сами увидели, что мы с Мессией встретились. Поэтому, братья, кротость – это на самом деле великое богатство. А сколько во Христе было кротости? Ну, мы знаем его жизнь сознательную, уже когда он был после крещения. Но можно сказать и о детстве, друзья. О детстве. Вот у Исаии написано, что этот отрок не возопьет. Голос его не слышно на улице. Для подростков это не характерно. Это такая субстанция очень живая. Понимаете? Бегают, прыгают. Вот. О Христе было сказано, что он был послушным, спокойно рос. Или, например, мы в храме его видим. В храме видим, когда он остался там беседовать с учителями. Родители ушли, уже два дня прошли. Нету с ними отрока Иисуса. В таком переживании вернулись. И когда они увидели его беседующим, отрок или сын, что ты с нами сделал? Что ты с нами сделал? Он им ответил, а разве вы не знаете, где мне надо пребывать? Все вроде как правильно ответил. Но, друзья, мы когда не пришли, там есть такое дополнение, что он оставался в послушании, в повиновении у них. То есть, как бы он понял, что будет время, когда ему надо будет выйти на служение, уже действовать, вот как спасителю, как мессии. Сегодня он находится под этой властью. Он это признал, друзья. Это тоже его кротость. А когда он вышел на служение, братья, сколько было к нему придирок? Самых, я бы сказал, неприятных. А разве он не знал, что заид за этими невинными вопросами? Вот показали ему динарий. Или, вернее, спрашивают, а вот подать кесарю надо платить или нет? Вот человек некроткий, он скажет, я тебя насквозь вижу. Чего ты ко мне пристаешь? Чего ты меня искушаешь? Что ты домогаешься? Друзья мои, любой ответ, только не тот, который у Христа был. Покажите мне динарий. Показали. Чья тут наспись? Чье изображение? Братья, чувствует, какая кротость? Вот в ответе. Отдавайте Божью Богу, а кесарю кесарю. Или, например, страшное обвинение, которое он услышал, в тебе бес. Вот как бы мы среагировали, братья, если бы кто-то нас вот таким образом заподозрил? И какой кроткий ответ? Во мне беса нет. Никаких эмоций таких, знаете, вот чтобы как-то на них там воздействовать. Вот такой кроткий ответ. На кресте, братья, мы тоже видим, когда кругом буря, такое вот ужасное состояние людей, обвиняют его. Как это горько. Мне понравилось, у Мэтью Генри, у него такая мысль есть. Самое страшное мучение, которое Христос переживал, это злословие в адрес его отца. Если ты сын Всевышнего. Я, как друзья, с этим тоже согласился. То есть, боли телесные, они очень-очень существенные, но их легче перенести, чем боли моральные. И когда они злословили в адрес отца, и его поносили, это было самое страшное. Его божеская сущность вот подвергалась такому уничижению. И тем не менее, мы слышим не просто ответ, мы слышим даже молитву ходатайства. Отче, они не знают, что творят. Они в таком состоянии, ну, как вот, знаете, есть люди не совсем здоровые, вот, их просто надо помиловать, просто на эти слова внимание обратить. Друзья мои, это тоже богатство, богатство кротости. Сколько у него заботы было у Христа, когда он воскрес. Вот беседа с Петром. Вот, я думаю, как бы вот Христос нашел его иначе? Вот какие бы слова должен был сказать? Ведь публичное отречение. А он был инициативный человек, он среди учеников был как бы лидером первым. И Христос его даже похвалил однажды. Ну, как вот на этой почве не вырасти? И после такое бесславное отречение. И вот мы видим его беседу. «Любишь ли ты меня больше, нежели о ней?» Ну, я, братья, все в деталях не пересказываю, потому что мы знаем эти моменты. Это все богатство кротости Иисуса Христа. И обратите внимание, братья, это вот та ценность, которую Бог нам передает. Свой добрый характер. И насколько мы богаче, или, братья, насколько наша жизнь лучше, если мы на самом деле учимся кротости у Христа. Ну, многие из нас в благовестии участвуют. Многие стоят на библиотеках. Вот как неприятно, когда нас воспринимают плохо. Ну, называют там по-разному. А ведь мы же хорошие люди, а нас плохими называют. Мы же знаем, что мы не делаем зла. Нас называют сектантами там, ну, куча разных слов. Братья, вот вся эта вот, как бы сказать, для кроткого сердца переносится легко. Для не кроткого сердца переносится очень тяжело, потому что страдает наше самолюбие, страдает наше чувство собственного достоинства, сильно страдает. Мне понравилось, как один проповедник у него спросили, а что бы Христос сегодня делал, если бы он жил на земле? Он сказал так, он бы взял пачку трактатов, пошел бы на улицу раздавать трактат. То есть, в принципе, он занимался бы тем служением, которым мы занимаемся, вот в нашей такой самой повседневном нашем служении. И только кроткое сердце, братья, способно перенести упреки, обзывания, какие-то недоразумения. Только кроткое сердце. Не кроткое будет загораться, будет протестовать, будет что-то отстаивать, а кроткое перенесет. Кроткий человек, друзья, хорошо переносит все трудности. Кроткий человек. Вот болезнь, например. Первая мысль, почему я? Вот мне сообщили, что я больной, мне какая-то болезнь, может, неизлечимая. Человек некроткий, опять же, погружается в обиды, в огорчения, в жизнь, кругом него воспаляется. Почему я? Почему мне? Да и вообще любая трудность, братья. Кроткий человек хорошо воспринимает. Некроткий – очень болезненно. Поэтому это на самом деле богатство. Или, например, в кротости примите насаждаемое слово. В кротости. Почему? Потому что не все слово легко принимается. И мы с вами хорошо знаем, обличить того, кто кроткий, легко совет дать. Того, который вспыхнет, который обидится, не знаешь, как ему подойти. А ведь эта беда не твоя, брат, а того, кому надо обличить. Это же его беда, что к нему невозможно подойти. А кроткий всегда воспримет. А в бытовых ситуациях, братья, вот в книге «Экклезиаст» там такой есть текст, что если вот там где-то, наверное, на работе проблема возникла с начальником, там это слово употребляется, то ты свое место не оставляй. И кротость, она умеет это исправить. Тоже кротость, братья. Там, где мы работаем с вами, как хорошо, если мы кроткие люди. Но опять же, это не о том, что это какая-то слабость. Это, наоборот, прекрасный характер Иисуса Христа. Поэтому, братья, мне бы хотелось, чтобы мы с вами захотели вот реально брать пример со Христа. Все кроткие, которые шли в свое время, они наследуют землю. Они насладятся множеством мира. Блаженные кроткие, опять же, в западе блаженствия тоже это повторяется. Это прекрасные-прекрасные качества. Это прекрасный характер, который очень угоден Богу, который очень хорошо сходится с людьми, который имеет ценность в служении, в жизни, в семье. Братья, именно кротость. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы, как истинные ученики, мчились у Христа кротости. Слава за все ему. Аминь. Аминь.